Монголия Самое оживлённое место в столице Монголии-Улан-Батори – это центральный рынок. Монголия Кажется, что здесь собирается, если не вся Монголия, то уж точно её половина. Товары на базаре попадаются такие, которых не найти в других городах мира. Монголия Большая часть рынка отведена под торговлю лошадиной упряжью. Лошадь для Монголы – это всё. Это и роскошь, средства передвижения, и предмет гордости. Я не очень хорошо себе представляю, для чего всё это нужно и куда всё это лошади надевается, но, по-моему, это стремина, вот это гудила. Там, по всей вероятности, собранные предметы лошадины и гигиены, скребки, жёсткая щётка, это уздечка. Очень красивая, кстати, смотрите какая. Я, пожалуй, куплю себе хлыст. Сколько стоит хлыст? Три тысячи. Три тысячи. Хорошо и недорого. Вот этот я возьму, вот этот. Давайте вот этот. Спасибо. Хорошая вещь! Хорошая? Хорошая. Есть на рынке место, где можно купить детское седло. Первый раз маленького монгола сажают в седло в двухлетнем возрасте, правда, ненадолго. Но зато уже к семи годам это полноправный помощник своего отца. Я, к сожалению, в такое седло уже не помещаюсь. А это уже антикварная часть рынка. Если вам нужны какие-то буддистские артефакты, старинное серебро, чеканка, вещи, сделанные ещё в Советском Союзе, то вам сюда. Национальная монгольская валюта называется тугрик. Тысяча тугриков – это примерно один доллар, меньше тридцати рублей. Богатство, богатство рассыпано на рыночных прилавках. Чего здесь только нет. Вот, пожалуйста, антикварная советская фототехника «Зенит-3М». А сколько стоит «Зенит»? «Зенит» сколько стоит? «Зенит»? Да. Сколько стоит? О, он 80 тысяч. 80 тысяч? Ага. А ножи? Вот этот вот нож. Сорок тысяч? Сорок тысяч. Типичный монгольский нож. Зарезал барана, приготовил и тут же съел. В чехле палочки для еды. А рога у вас откуда вот эти? Это чьи рога? 10 тысяч? А чьи-то чьи? Горный козёл, наверное. И при этом, что удивительно, совершенно нет туристов. Где они все? Спасибо, барала. Сегодня на рынке иностранцев нет. Они отправились на городской стадион смотреть, как монголы отмечают на дом. Ежегодный национальный праздник. Он проходит по всей стране, но в столице торжества самые масштабные. О популярности праздника говорит тот факт, что билеты на официальное открытие на домы исчезают, и сказ задолго до начала праздника. Но у перекупчиков билеты ещё есть. А сколько стоит билет один? How much for one ticket? 5 тысяч тугориков. Один билет стоит 5 тысяч тугориков. Это примерно 5 долларов. Дайте мне, пожалуйста, один. Сиденье в задней части 5 тысяч, а в передней 10 тысяч. 100 тысяч. Билет нужен только на официальное открытие праздника, на все остальные мероприятия на домы, которые происходят в разных частях города. Фот совершенно свободный. Здрасте. Туда мне, да? Да. Торжества открывает первое лицо государства. Президент. На дом, по сути, это соревнования в нескольких видах спорта. Самый главный среди них – борьба. В монгольской борьбе нет весовых категорий. Все борются со всеми. Победитель турнира получит денежное вознаграждение и титул Арслан, то есть Лев. Выше этого звания только Аварга, исполин. Но это звание присваивается, если борец выигрывает турнир дважды. Стадион – центр народных гуляний. Люди курсируют вокруг, кушают хушуры, монгольские пирожки с мясом. Без хушуров праздник не праздник. Ходят от одной спортивной площадки до другой. Где-то здесь должны соревноваться лучники. Обычно на стрельбу со всей Монголии съезжаются до 200 лучников. Мужчина – женщина. Каждый делает по 40 выстрелов. Мужчина – 75, женщина – 65 метров. За попадание стрелы в ворота и за сбивание цилиндров, сплетенных из шерсти, дают очко. Господин Баянзу – работник Министерства науки, культуры и образования. Шестой год участвует в надоме. Здесь главное, мне кажется, правильно выбрать направление и посильнее растянуть лук. Когда солнце ярче сияет, надо еще поднять лук. Почему? Потому что лук немножко мягче становится. Вот оно что. А когда прохладно будет, надо лук вниз, надо опустить. Когда ветер, смотря с какой стороны ветер дует, надо... Сделать поправку на ветер обязательно. Луки Баянзулу мастерит его брат, мастер-лучник, который пять раз выигрывал состязание. Вот так вот выглядит монгольский лук. А с чего он сделан? Что там внутри? Вот самое внутри, рога дикой козы. Рога дикой козы, да. Дикой козы. А потом идет бамбук. Бамбук сверху еще. Потом чего еще? А потом, как это называется? Жилы. Жилы. Коровы. Жилы коровы. Три слоя. Три слоя. Три слоя. А сверху брезн, как вы. Кора березы. А потом обматываешь леской. А леской для чего обматываешь? Это просто для зашителей. Для зашителей? Да. Ну что, может быть вы меня тогда научите стрелять? Можно. Да? А лук вы мне дадите? Да. Давайте. Ну, перед тем, как начать стрелять, неплохо было бы сначала натянуть тетиву. Конечно. Как это делается? Догадываюсь, что делается это как-то вот так. Правильно? С этой стороны. Да, правильно. Там все нормально. Все нормально. Все? Готов. Готов. Что делаем дальше? Потом стягиваем. Раз. Дорог раз. Ага. Уже готово лукше стрелять готово. Потом стальше. Стрелу. Стрелу. Ага. Инфига. Ага. Ага. Стреляем. Да. Ну, вроде бы все понятно. Так. Берем стрелу. Поверх лука, да? Да. Так, дальше четырьмя пальцами натягиваем. Немножко поднимаем кверху. Вот так, чтобы она не падала. А немножко стрела уходит. Уходит, уходит, уходит. Получилось. Неплохой выстрел. Да, неплохой. А мне нельзя поучаствовать? Нельзя. Ни при каких условиях? Нет. Тренироваться надо, потом надо участвовать. Понятно. Хорошо, спасибо. Спасибо. Желаю вам удачи. Вам тоже. Лук. Да. Счастливо. Победитель в соревновании лучников получит приличную сумму. Полтора миллиона тугриков. Это почти 40 тысяч рублей. Но я финала не дождался. Соревнования стрелков растягиваются на несколько дней.